От операции на клюве до обследования внутренних органов. Этот госпиталь для соколов в Абу-Даби крупнейший в мире. Он создан в ОАЭ, а управляет им немецкий ветеринар Маргет Габриэле Мюллер. Она лечит птиц уже больше четверти века. «С ними очень интересно работать, никогда не бывает скучно. И когда смотришь в их маленькие глаза, это похоже на волшебство. Они просто сказочные». Пациенты госпиталя – крупные соколы, которых используют для соколиной охоты. Эти птицы способны во время пикирующего полета развивать скорость до 300 км в час. «Просто представьте, что они натолкнулись на препятствие или на добычу. Тогда очень легко сломать крылья, лапки или получить другие серьезные травмы. В этом случае их везут к нам на операцию. Мы их лечим, и через месяц они снова летают». Хищные птицы могут и отравиться мясом добычи. Например, во время охоты на уток они выбирают последнюю птицу в стае, а там может оказаться больной. Поэтому ветеринар должен быстро поставить верный диагноз, чтобы успеть спасти сокола. Госпиталь для соколов похож на обычную больницу для людей. Здесь есть операционная, палаты, отделение интенсивной терапии и лаборатория. Сюда могут приходить и гости, которые хотят больше узнать о хищных птицах и пообщаться с ними. «Они невероятно величественные, красивые, безмятежные. В них есть сила и дух». В Арабских Эмиратах очень ценят этих пернатых хищников. Соколиной охотой здесь занимались ещё до прихода ислама. В наши дни купить сокола и участвовать в соревнованиях могут позволить себе только состоятельные арабы. Соколиная охота для них не просто спорт, а многовековая традиция. В страну запрещено возить соколов из-за границы. Каждой местной птице выдают паспорт. Причём этим пернатым разрешено путешествовать вместе с владельцем прямо в салоне самолёта. В госпитале работают более ста ветеринаров. Ежегодно здесь лечатся или проходят осмотр 12 тысяч птиц. Продолжение следует...